25 марта 2004 года премьер-министр Великобритании Тони Блэр прибыл с визитом в Трипли и встретился с лидером Ливийской революции полковником Муаммаром Каддафи. Беседа состоялась в роскошном бедуинском шатре. Она должна была символизировать потепление отношений между непримиримыми врагами. Во время исторической встречи полковник положил ногу на ногу, продемонстрировав собеседнику подошву левого ботинка. Тем самым Каддафи выказал Блэру наивысшее презрение и нанес ему страшное оскорбление. В арабской традиции обувь считается предметом грязным и недостойным и ассоциируется с неприличными частями тела. Демонстрации подошвы намного хуже удара по лицу. Дипломатический протокол Дипломатический протокол. Правила игры, которые соблюдают политики разных стран при встрече друг с другом. В этой игре важно не только что делать, но и как. Содержание речи может иметь второстепенное и третьестепенное значение. Гораздо важнее бывает, во что дипломат одет, с кем поздоровался или какой сувенир преподнес при встрече. Это и есть тайный язык дипломатии. В основе норм дипломатического протокола лежит строгое и безусловное соблюдение обычаев и правил страны пребывания. Но при этом нельзя уронить и престижу собственным. Когда наш посол, скажем так, в 30-40-е годы, направленный в одну из стран по ритуалу, по церемониалу, он должен был не поворачиваться спиной к главе монархии, а возвращаться спиной, отходить, пятиться от него. Он запросил Министерство иностранных дел на предмет того, что он не собирается пятиться и отдавать поклоны. В ответ ему направлена была телеграмма «Пятись». Дипломатический прием Для посвященных дипломатический прием – это шифровка. Кто к кому как подошел, с кем энергично поздоровался, кого поцеловал при встрече – это все тайные знаки. Считается, что приход на прием к самому началу и уход с приема в самом его конце является выражением особо дружественного отношения к хозяину. И наоборот, если есть необходимость подчеркнуть холодность отношений, достаточно пробыть 15 минут и уйти. Рассадка за столом. Здесь требуется строгое соблюдение общественного положения гостей. Нарушение этого правила может быть истолковано как оскорбление. Первым считается место справа от хозяйки дома. Вторым – справа от хозяина. Почетным считается место напротив входной двери, а если дверь находится сбоку, то на стороне стола, обращенной к окнам, выходящим на улицу. Когда идет разговор о рассадке, допустим, на каком-то званом мероприятии, все хотят сидеть с нашим президентом, а там столы круглые на 8 мест. Значит, приходится на одном мероприятии одних подсаживать, другие на другом, чтобы не обидеть. Или один президент говорит, а я не буду, когда узнает, что он будет сидеть рядом с другим президентом, допустим, третьих стран, он говорит, я не буду с ним сидеть рядом, вплоть до того, что сейчас покину это мероприятие. И такие нюансы бывают. Продолжение следует... У нас существует корпоративное своего рода братство протоколистов. Я проводил консультации по протокольным вопросам и с китайскими партнерами, и с английскими партнерами. Очень тесное у меня отношение с итальянским протоколом. Мы просто по-свойски между собой решаем массу вопросов, которые в противном случае приходилось бы решать путем нотной переписки. А так мы многие вопросы решаем непосредственно в контакте друг с другом. Организуется визит в Италию. Я звоню своему другу Бальбоне Аква, шефу протокола, и согласую с ним те или другие вопросы. Одежда. Внешний вид дипломата не принадлежит ему. От цвета костюма, от высоты каблука и фасона одежды может буквально зависеть будущее страны. Маргарет Тэтчер вспоминала, что во время первой встречи с Михаилом Горбачевым значительную роль сыграли 5 сантиметров манжета сорочки, которые выступали из-под рукава его пиджака. В глазах английской леди эта деталь характеризовала российского лидера как цивилизованного человека. Владимир Путин тоже человек этикета. Он закончил Академию КГБ, а там изучению протокола уделяют около 200 часов учебного времени. В случае Мадлен Олбрайт украшение это тоже оружие. Она всегда надевает брошку в виде орла, когда едет в страну, где ей надо показать силу. Орел злой, нахохлившийся, в клюе бриллиант. Под орлом шляпа дядюшки Сэма. Для политиков это брошь четкий сигнал. Сейчас спорить с Олбрайт бесполезно. Зато если на ней украшение в виде бабочки, она готова к компромиссам. Хозяева страны тоже могут приветствовать гости на тайном языке дипломатии. В России в знак расположения подают гостям хлеб-соль. В Шри-Ланке усыпают лепестками роз. В Индии надевают на гостя цветочную гирлянду. Это тоже знаки. У нас чем почетнее гость, тем выше каравай. А в Индии нужно внимательно смотреть, что вплетено в гирлянду. В ней могут оказаться огромные цветы с дивным запахом. Правда, называются они смерть европейца. Протокол и вообще международные отношения. Улица с двусторонним движением. Как ты встретишь гостя, так ты вправе рассчитывать и на прием нашего руководства за рубежом. Вплоть до того, что если по какой-то причине задерживается вылет самолета гостя, необъяснимой причине, то ты вправе рассчитывать, что твоего руководителя, когда он поедет с визитом в эту страну, ровно столько же минут будет держать при вылете. При этом даже в самых конфликтных ситуациях дипломаты действуют по протоколу. Если вы сегодня не выполните наши условия, завтра мы начнем бомбардировку. Но все это вежливо, с улыбкой. По их собственному определению, дипломат это тот, кто может послать куда подальше таким образом, что человек с нетерпением будет ждать этого путешествия.